Автор Марина Царёва Сказка в стихах Что стряслось с грузовичком? В песочнице забытой лежит грузовичок. Болит, болит побитый, больной его бочок. На стекле на лобовом трещина большая. Две царапины его бампер украшают. А ещё недавно был он как с иголочки. Новенький, сверкающий, с магазинной полочки. Был он нужный, и весь день славный мальчик Вова Управлял грузовичком ловко и толково. А потом у Вовочки началась с мечом игра. И машину бросил мальчик прямо посреди двора. И решил грузовичок, что обидно очень Во дворе забытым, простоять до ночи. Я поеду, он решил, по большой дороге. По пути я пригожусь очень-очень многим. И поехал, и поехал, и помчался грузовик. Через двор к большой дороге он несётся напрямик. Вот среди больших машин по проезжей части Едет маленький лихач и гудит от счастья. Но среди больших машин страшно и опасно. Нет, сказал себе малыш. Это я напрасно, так рискую. И под арку юркнул осторожно, Где большим автомобилем ездить не положено. В парк попал он. Красота! На пустой аллее можно скорость развивать, Силы не жалея. Но глядит, уж нет аллеи. Дальше только бурелом. Трудно ехать без дороги через чащу напролом. Забибикал грузовик. Где я очутился? Неужели я в лесу страшным заблудился? Кто здесь есть? Прошу, придите быстро на подмогу. Подскажите, как проехать снова на дорогу? Прискакали на подмогу белки-непоседы. Рассказали про свои маленькие беды. Нынче шишек урожай просто небывалый. Только их перенести – это труд немалый. Нам для перевозки нужно бы машинку. В этом парке знаем мы каждую тропинку. Показать тебе дорогу мы, конечно же, не прочь. Но за это ты нам должен, миленький, помочь. Я на то и грузовик, чтобы груз перевозить. Так что можете мне шишки смело в кузов загрузить. Рад служить! Да вы и сами в кузов полезайте. Только вы меня любите, только не бросайте. Едет гордый грузовик, доверху нагружен. Рад-радёханек, что вновь он кому-то нужен. Белки в кузове сидят, тоже веселятся. И стрекочут, и хохочут, прыгают, резвятся. И машину от дороги начинают отвлекать. Посерьёзнел грузовик, просит белок не мешать. Эй, уймитесь! Так нельзя ездить на машине. Не положено сидеть сверху на кабине. Только белки-непоседы сильно расшалились. Не услышали его, не остановились. Правила дорожные начисто забыли. И хвостами невзначай весь обзор закрыли. Завилял грузовичок, повернул к оврагу. И в берёзу на ходу врезался бедняга. Белки шустрые с кабины на берёзу быстро прыг и стрекочут, обсуждают, что поломан грузовик. На стекле на лобовом трещина большая. Две царапины его бампер украшают. И взревел малыш побитый. Разгружайте сей же час. Не вести, не даже видеть. Не хочу я больше вас. Разве с техникую так можно обращаться? Разве можно с ПДД вовсе не считаться? Был я новенький совсем, а теперь контужен. С этой трещиной на лбу никому не нужен. Из-за врага как теперь выбраться? Скажите! Пропадаю! Пропадаю! Караул! Кто-нибудь спасите! Вдруг откуда ни возьмись, появились мыши. Осмотрели грузовик от колёс до крыши и решили. Ничего, что стекло разбито. А потом прибавили очень деловито. В общем так, тебе услугу мы готовы оказать. Но за это мы хотим тебе работу заказать. Строим каменный мы дом от котов защиту. Нам щебёнку и песок к дому подвезиты. Я на то и грузовик, чтобы груз перевозить. Мне и камни, и щебёнку в кузов можете грузить. А ко мне в кабину сами полезайте. Только вы меня спасите. Только не бросайте. Нагрузили мыши кузов, полный под завязку. Но несут ещё кирпич, штукатурку, краску. Ай-яй-яй! Кричит малыш. Соблюдайте меру. Или думаете, мой кузов без размера? Ничего, сказали мыши. Ну и нам непросто жить. Из оврага было тоже тяжело тебя тащить. Вот, кряхтит грузовичок, доверху нагружен. Всё же радуется, что хоть кому-то нужен. Только жаль. Не убедил он семью мышиную. Неустойчива такая на ходу машина. Ох, какие перегрузки я терплю! Малыш ревёт. Ох, боюсь, на этом спуске не впишусь я в поворот. И на спуске от нагрузки повернуть он не сумел. Не вписался, хоть старался. И в канаву полетел. Мыши мигом разбежались, А бедняга наш лежит, Перевёрнутый в канаве И дрожит, и дребезжит. Разве с техникую так можно обращаться? И с грузоподъёмностью вовсе не считаться. Был я новенький совсем, А теперь я инвалид. У меня стекло разбито, У меня бочок болит. Я в таком ужасном виде Никому не нужен. И похоже, что теперь Будет только хуже. Только кто же это громко Где-то рядом лает? Тут к машине рыжий пёс Вихрем подлетает. Он беднягу из оврага Тащит на дорожку. Он жалеет малыша. Потерпи немножко. Вижу, вижу ты, дружок, Не совсем в порядке. Ну, рассказывай давай, Какие неполадки? Как движок? Аккумулятор? Нужен ли эвакуатор? Ох, я чувствую себя Очень нездоровым. Мне вернуться бы во двор, Где я бегал новым. Только чем же отслужить Я смогу за это? Ни на что я не гожусь. Моя песня спета. Не печалься, дружок, Ничего не нужно. Я считаю, все должны Жить на свете дружно. Просто мне тебе помочь Очень-очень хочется. И отнес беднягу пёс В нужный двор, в песочницу. В песочнице разбитый Лежит грузовичок. Помятый, покоробленный Болит его бочок. На стекле на лобовом Трещина большая. Две царапины его Бампер украшают. А в это время Вовочка И друг его Егор Осмотрели, обыскали Полностью весь двор. Нигде найти не могут Пропавший грузовик. Вдруг видят, к ним собака Несется напрямик. И тянет, и ведет их, И тащит за собой. И увидел Вовочка, И кричит. Ой-ой! Ах ты, милая моя! Бедная машина! Где, когда попала ты В аварию? Скажи нам, Ну зачем, грузовичок, Ты бежать решился? И зачем же я тебя Поздно спохватился? И схватил машину Вова, И промолвил он, Бежим! В автосервис К дяде Пете! Он как доктор Для машин! Дядя Петя На машину поглядел Из-под очков И сказал, Придите завтра, Будет грузовик Готов! Это чудо! Просто чудо! Не осталось и следа От поломок Словно не было Аварий никогда! Вот спасибо, Так спасибо! Радуется Вова, Обнимает дядю Петю, И дает он слово. Никогда не буду Больше я машину Обижать! Буду я свою машину И беречь, И уважать! И сказал грузовичок, Вот что, братцы, Понял я! Просто так В беде помогут Настоящие друзья! Слава псу По кличке Джек! Слава дяде Пете! Слава Вове моему! Лучшему на свете!